Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня у нас встреча посвящена налоговой реформе, которая анонсирована на 2025 год. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гарда Швагалина. И если вам, например, по какой-то причине неудобно оказалось время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть до конца, то позже немножко мы выкладываем сайт на наш записи вебинаров и вы можете посмотреть в удобное для вас надевание в тапочках время. И, соответственно, если какие-то вопросы у вас будут возникать или вы захотите заявить какую-то тему для более подробного рассмотрения, мы будем вам очень благодарны за обратную связь и надеемся на сотрудничество взаимовыгодное. Итак, наша программа на сегодняшней встрече, вы видите ее сейчас на экране, это про основные изменения, которые ожидают упрощенную систему налогообложения, то есть это и увеличение лимитов, и НДС, соответственно, и освобождение от НДС, и стаски разные, которые будут применяться. Про особенности переходного периода мы с вами поговорим, естественно, про регламентированные бланки отчетности, то есть и счета фактуры, и книги, покупок, продаж, и декларации, ну, в общем, короче, обо всем, что касается НДС. Потом посмотрим сервисы, которые в этом, в общем-то, могут помогать. Сервис помощника по НДС, поскольку теперь упрощенцы лишились главной своей льготы от освобождения от НДС, то придется, так сказать, на ходу перестраиваться. Наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Мы будем смотреть материалы нормативных документов, комментарии, законодательства на слайдах, и будем переключаться на демобазу, вот таким образом, демобазу ERP, и здесь смотреть то, о чем мы поговорили, теоретически возвращаемся обратно. Итак, немножко освежим в памяти сейчас существующие реалии по упрощенке. Что у нас происходит в этом году, то есть до включения, скажем так, в налоговую реформу необходимости работать с НДС? Значит, у нас упрощенцы освобождены от оплаты НДС, и значение индекса коэффициента дефлятора для упрощенцев на 2004 год, у нас было в прошлом году утверждено приказом Минэкономразвития, значит, 1,329, и, соответственно, по этому коэффициенту рассчитывались лимиты для доходов, которые позволяли применять упрощенную систему налогообложения или перейти на упрощенку других режимов. Если у нас с вами стандартные ставки упрощенки, то, соответственно, это было 100 человек численность, годовой доход 150 миллионов умноженный на 1,329, и, собственно говоря, в этом случае у нас применялось либо 6, либо 15%. 6% есть у нас объект налогообложения доходы, и 15% это доходы минус расходы. Но у нас еще, кроме этого, было положение переходного периода, когда превышали показатели какие-то, но с упрощенки не слетали, а применялся повышенный коэффициент, то есть 8,20. На упрощенной системе можно заниматься любой деятельностью, кроме того, что перечислено в статье 346. То есть не могут применять упрощенку те компании, у которых есть внимание обратительно, филиалы, фирмы, у которых доля участников или учредителей превышает 25%, банки, соответственно, предприятия, участвующие в соглашениях о разделе продукции, страховщики, и писты, и юрлицы, которые перешли на сельскохозяйственный налог. А, собственно говоря, вот еще не государственный пенсионный фонд, адвокаты, инвестиционные формы, те, кто занимается организацией азартных игр, продажей ценных бумаг, и предприятия, которые занимаются подакцизными товарами, занимаются добычей полезных ископаемых и ломбарды. И еще было одно ограничение, то есть они могли применять упрощенку те, кто занимается драгметаллами. То есть вот перечень вы видите на экране. И можно вот такой табличкой прокомментировать действующие сейчас у нас ставки. То есть лимиты, доходы, средняя численность и ставка. То есть это у нас на доходы, то есть 6%, это обычные ставки, а повышенные ставки 8%. То есть если вы превысили лимиты, и если вы превысили сотрудников, то вы платите повышенный процент вместо 6,8. А если вы доходы минус расходы, то есть 15% это стандартная, штатная ставка, и если вы ее немножко превысили, то, соответственно, вы вместо 15 платите 20. Это были положения переходного периода, повторяю, и они потерпели изменения. Кроме этого у нас были еще изменения, которые произошли в этом году, но в этом случае они как бы приняли, вступили в действие. Но со следующего года, то есть с 25 года, поскольку происходит очень масштабное изменение, то есть модернизация всей налоговой системы, то, соответственно, тоже, видимо, будут изменения. Но сейчас у нас применяется новая форма КУДИР, то есть книга учета доходов и расходов. Правда, здесь и не такие уж эволюционные изменения, здесь больше технически, потому что, например, из титульного листа убрали юридический адрес и код ОКЕИ. А графы расхода и дохода дополнили словом рубли, то есть, в принципе, не все так печально. И плюс к этому добавили один дополнительный раздел для ОСН, то есть раньше было 4 раздела, теперь раздел 5. Это мы с вами говорим про новую форму КУДИР. И, соответственно, в общем-то, это технические, так сказать, изменения, то есть приводятся в соответствии с другими изменениями, которые произошли. И здесь нужно напомнить, что КУДИР мы сейчас не сдаем в налоговую инспекцию, уже достаточно давно, и не заверяем подписью налоговых инспекторов, как делалось раньше, то есть они наравне с предприятием заверяли прошитую книгу, и обязательно надо было это нести в налоговую инспекцию. Но сейчас, если налоговые органы запрашивают для проверки книгу, то в этом случае мы ее должны предоставить в срок 10 дней, то, соответственно, это должно быть распечатано и по всей форме оформлено. То есть это прошито, прошнуровано и пронумеровано. Если мы не смогли представить, даже пусть не распечатали в пожарном порядке книгу доходов и расходов, то вот в этом случае, если по запросу налоговых инспекторов мы не смогли предоставить книгу, то в этом случае мы нарвались на штрафы, и сумма штрафа 20% это максимальный размер от непоступившего налога по ОСН, но при этом, обратите внимание, что минимальное это 40 тысяч. Достаточно серьезная сумма. И при нарушении правил ведения налогового учета, которое стало причиной уменьшения налога, то есть если вы из-за того, что у вас нет книги, занизили налог, то в этом случае штраф от 10 до 30 тысяч. И вы видите, что при неподаче по требованию ФНС составляет 200 рублей и 300-500 рублей, как штраф на должностное лицо. То есть может штрафы и не сильно большие, но, конечно, обидные, потому что в настоящее время при использовании программного обеспечения, в основном сейчас очень, ну, практически все работают на ТНС, и, конечно, это уже обидно не предоставить, нарваться на штраф, потому что не предоставлена распечатка в течение 10 дней, в общем-то, будет обидно. И мы с вами еще посмотрим вот такой слайдик, то есть это у нас, как в настоящее время формируется книга расходов и доходов, переключаемся на нашу демо-базу, и здесь нужно небольшое отступление сделать, то есть мы с вами смотрим все примеры на демо-базе 2.5.17, проверяем, вот по этой пиктограммке вызываем сведения о программе, и у нас здесь отражается релиз платформы и сведения о самой конфигурации, в нашем случае это релиз 2.5.17, это не самый последний релиз, но практически достаточно новый, то есть майский, и он уже содержит все изменения, которые коснулись отражения измененных форм отчетности. Значит, у нас в этом случае есть раздел регламентированная отчетность, регламентированный учет, и здесь раздел, подраздел специальный режим налогоблажения, соответственно, формирование КУДИР. В этом случае мы переходим вот по такому, по такой ссылке, задаем период, по которой нам хочется, допустим, вот так вот, и здесь включается помощник, который поэтапно помогает пройти формирование отчетности, то есть, чтобы вы ничего не забыли и все проверили. Во всяком случае, на практике это достаточно удобный помощник, и, собственно говоря, все документы, которые надо сформировать, можно сформировать быстро, красиво и с комментариями. Значит, если мы выбираем записи КУДИР, то, значит, это мы вручную делаем какую-то запись, которая формируется для печатной формы, но не вызывает каких-то движений, как обычные документы. Ну, вот мы выбираем книгу учета доходов и расходов, и потом, если нам необходимо, то создаем декларацию. Декларацию создаем раз в год, напоминаю, и книгу по камести у нас не будем формировать декларацию. Вот мы формируем книгу доходов и расходов. Как вы видите, здесь у нас был раньше были строки для адреса, то есть адрес сейчас остался только адрес убрали, и остался только расчетный счет и в каком банке сведения. И, как я уже говорила, ходы Сауд. в чем же заключается переходим на наши слайдики. Вот, перешли. В чем же заключается идея о том, что у нас начинается налоговая реформа и какие изменения в связи с этим связаны. Ну, на самом деле изменения у нас касаются не только регламентированной отчетности. Мы с вами посмотрели вот на этом слайдике как формируется кудир. И, как мы с вами посмотрели на тех же слайдиках, то есть у нас формируется книга учета доходов и расходов. Ну, вот, например, я за второй квартал взяла слайдик книги учета доходов и расходов. Видите, у нас вот такая форма, то есть здесь добавили слово рублей. Очень сложное техническое дополнение. И, значит, еще один слайдик, это добавлен раздел, то есть уплаченный торговый сбор. Вот таким образом это выглядит в книге учета доходов и расходов. И, соответственно, мы с вами уже поговорили, сейчас я еще покажу слайдик, то есть это нормативные документы, которые регламентировали именно применяемые уже изменения и, собственно говоря, просто фиксируют, скажем так, те изменения, которые уже сейчас есть. Налоговую реформу у нас анонсировало правительство, достаточно много комментариев было и по телевизору, по новостным программам и практически все информационные ресурсы, которые есть, то есть, например, консультант плюс, гарант и так далее, тоже разместили уже как бы информацию о изменениях, которые нас ждут в 25-м году, то есть 1-го января. Ну, собственно говоря, вопросов-то все равно возникает очень много и как это будет выглядеть в 1С, каким образом будет осуществляться переход и так далее. То есть, мы собрали информацию, которая касается 1С, то есть, отражения новой системы в 1С и, соответственно, практически, что нам требуется сделать для того, чтобы встретить Новый год не в обмороке. Здесь нужно напомнить о том, что мы, в общем-то, переход с упрощенки на общий режим, это уже достаточно привычная ситуация, то есть, мы могли переходить добровольно, когда мы по каким-то причинам, например, становилось невыгодным работать без НДС, или если мы слетели с упрощенки, то есть, превысили какие-то показатели, то в этом случае переход был не добровольным, а техническим, так сказать, по необходимости, и, собственно говоря, сам по себе переход уже достаточно отработан, но в этом случае в общем-то, есть тоже свои нюансы, то есть, раньше, если, раньше имеется в виду и в этом году, и до этого года, если мы слетали с упрощенки и теряли право на применение упрощенной системы налогообложения, то в этом случае у нас соответственно мы могли перейти на упрощенку в определенный только момент, если, например, мы начали применять какие-то условия, то есть, например, у нас появилась микрофинансовая составляющая, то есть, наша организация стала, например, давать деньги в долг, заниматься микрофинансированием, но банки в любом случае это не изменение сферы деятельности, а изменение самого, саму организацию, банки, страховщики и ломбарды и так не имели права применять упрощенку, компаниям. например, компании, которые начали заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, у нас могли начать такой вид деятельности, например. И вот мы еще раз повторим, что производители и продавцы ювелирных изделий тоже не имели права применять упрощенку, если мы создали филиалы или изменили какие-то лимиты. Но по ювелирным изделиям, как у нас в большинстве всегда бывает, была лазеечка. То есть мы могли не заниматься производством и продажей ювелирных изделий, а заявить, что мы работаем с ломом, например, цветных металлов. Сейчас посмотрите на слайдик, это, так сказать, иллюстрирует нормативное обеспечение нашей лазеечки. То есть это Минфин подарил такую возможность. То есть если у нас были коды АКВЭД, указаны, что у нас, например, торговля ломом и отходами драгметаллов, что мы производим не ювелирные изделия, а бижутерию или осуществляем ремонт ювелирных изделий, то в этом случае мы могли применять упрощенку. А вот теперь у нас с вами появился НДС, при этом мы не слетаем с упрощенки, но достаточно большой разброс и в ставках и в порядке применения, то есть упрощенцы все становятся плательщиками НДС, но при этом малые предприятия, которые имеют оборот до определенных размеров, у нас в этом случае могут получить освобождение. То есть первая ситуация, когда вновь созданы предприятия только или доход за прошлый год не превысил 60 миллионов рублей. При этом теперь если совмещаются разные виды деятельности, то берется совокупный доход. Ну, например, патентная система и другие виды. Соответственно, 60 миллионов это лимит, при котором предприятия могут не платить. Освобождение получают от НДС. Вторая ситуация, это если мы, например, в 24 году применяли упрощенку, не подавали никаких заявлений и продолжаем применять его в 25 году и соответственно у нас маленький оборот, то мы тоже не превышающий 60 миллионов, то мы тоже можем использовать освобождение. И ситуация третья, когда мы вновь регистрируем предприятие в 25 году сразу на применение упрощенки и в этом случае с 26 года мы можем получить освобождение от НДС, ну, соответственно, если наши доходы не превысят лимиты. То есть, если подвести черту под вышесказанным, то упрощенка становится плательщиками НДС, но если у вас небольшой оборот до 60 миллионов, то вы можете получить освобождение от НДС, если вы применяли упрощенку в текущем году и планируете применять в следующем году, если вы переходите на ОСН с 25 года, то есть пишите заявление на переход на упрощенную системного обложения и в этом случае у вас совокупный доход не превышает 60 миллионов и если вы вновь зарегистрированная организация или ИП и сразу начинаете применять упрощенку. В этом случае вы как бы в льготную категорию, которая не будет платить НДС и соответственно должна поддерживать лимиты по оборотам. Если у вас другая ситуация, если у вас обороты больше 60 миллионов, вы сейчас видите табличку, которая иллюстрирует какие ставки НДС доступны при разных уровнях доходов, то есть до 60 миллионов включительно освобождение от НДС, то есть ставок никаких не применяется, либо если вы попадаете под освобождение по 149 статье и по 145 и в этом случае надо обратить внимание, что это не право, а обязанность, то есть если вы должны пользоваться льготой, то вы не можете от нее отказаться, соответственно и выбрать какую-то ставку НДС общую или пониженную вы тоже не можете. Если ваш оборот от 60 до 250 миллионов, то в этом случае вы можете выбирать у вас по получается соответственно ставки 10 и 20 процентов или льготные 5 и 7 процентов. А вот если ваш оборот от 250 миллионов, то в этом случае на выбор налогоплательщика вы можете выбрать ставку. Выбор ставки зависит от того, будет ли применяться возмещение НДС или не будет. И естественно, как вы видите, лимит общий значительно увеличен. если у нас был в этом году 25 миллионов, то 150 умножить на коэффициент дефлятор, то в этом году это уже 450 миллионов и соответственно возможность выбирать разные ставки. Разные ставки, то есть 5,7 процентов. когда мы можем применять их и что нужно для того, чтобы перейти на эти ставки. Это особый порядок уплаты НДС. Перейти на него можно с любого квартала. О том, что мы применяем такую ставку, то есть пониженную, налоговая инспекция узнает из декларации по НДС. то есть мы дополнительно как бы должны их информировать. во всяком случае, это предварительные такие данные. Пониженную ставку НДС при упрощенке можно непрерывно минимум 12 кварталов подряд. То есть 3 года мы будем применять пониженную ставку, если мы начали ее применять уже в налоговом периоде. Считайте этот период, то есть 12 кварталов или 3 года, мы начинаем с квартала, в котором предоставили первую декларацию по НДС с пониженной ставкой. Отказаться от этого удовольствия раньше 3 лет в добровольном порядке мы не имеем права. А вот после 3 лет мы можем перейти на общий порядок, то есть 10-20% либо соответственно остаться на пониженных тарифах, на пониженных ставках, то есть на особых условиях, если мы ничего не нарушили, не превысили лимит и так далее. то есть лимит в 250 миллионов будет индексироваться. Собственно говоря, порядок индексации предусмотрен в 346 статье. Это можно сейчас подчитать, но это будет в общем-то больше для собственного развития, потому что на самом деле эти изменения могут быть внесены еще в течение полугода, которые остались до начала применения, но как бы быть готовым к этому надо. МПШник, который на патенте считает доходы для сравнения с лимитом с учетом поступлений от деятельности на патенте, то есть он суммирует все доходы. и в общем-то независим от ставки контрагенты и покупатели и заказчики вправе принимать НДС от упрощенца к вычету, то есть это упрощенцы, которые могут применять льготные ставки, не имеют права выбора, а их клиенты, покупатели и заказчики могут принимать НДС от упрощенцев к вычету, независимо от того, по какой ставке он исчислен. Соответственно, независимо от применяемой ставки, не нужно платить НДС по 149-й статье, если вы имеете освобождение, то есть освобождение по налоговому кодексу, статья 149-я, вы НДС не платите. Ну, в общем-то, в этом отношении есть небольшой кусочек ветчины, в отличие от сейчас существующего положения, если вы платите, например, ставку 20%, то при выборе пониженной ставки не нужно вести учет облагаемых и необлагаемых операций, то есть такой отчет вы ведете в том случае, если должны обосновать вычет НДС, а при применении пониженных ставок, то есть 5 или 7% по НДС вычетов у вас не возникает. Вот это самый такой печальный момент в новшествах, которые планируется применить. Ну и здесь ставка 0, это у нас экспортные вариации. При экспорте у нас используется ставка 0%. Ну и здесь обратите внимание на то, что у нас пониженные ставки, то есть особые ставки не применяются при таможенном НДС, то есть при ввозе товаров в Российскую Федерацию или если вы выполняете обязанности налогового агента по НДС. В этом случае мы не можем применять льготные ставки и соответственно при растаможке уплачиваем полностью таможен НДС. При расчете доходов с лимитом 250 миллионов мы не учитываем субсидии. Субсидии, которые касаются передачи в государственную либо муниципальную собственность имущества или имущественных прав. Ну и соответственно сюда же относится курсовая разница, мы ее тоже не учитываем. если мы посчитали и определились, что у нас будет выручка например не больше 60 миллионов, то в этом случае мы начинаем просто применять эту ставку, никаких уведомлений, никаких освобождений запрашивать у налоговых инспекций от НДС не нужно, во всяком случае это пока так декларируется, а вот книгу ухода, книгу учета доходов и расходов мы должны будем ввести. Напомню, книга учета доходов и расходов ведется при упрощенке, а при начислении НДС мы ведем книгу доходов и расходов, то есть теперь у нас получается, что мы должны будем ввести и книгу учета доходов и расходов, и книгу покупок, и книгу продаж, но на самом деле книга продаж это понятно, то есть то, что мы продаем, а вот книгу покупок мы не обязаны ввести потому что у нас НДС по особым ставкам не принимается к вычету, то есть если вы выбрали пониженные ставки, то в этом случае книгу покупок мы не обязаны ввести, соответственно, если у нас ставки понижены, или мы применяем освобождение, но книгу покупок мы на всякий случай все-таки должны будем ввести, это связано в общем-то с личной подстраховкой, если вдруг мы начнем, если вдруг мы переходим на общие ставки и потеряем например право применения особых ставок, если мы перешли на применение общеустановленных ставок, то есть 20% и 10%, то в этом случае книгу покупок мы обязаны ввести, и это собственно будет в наших интересах, потому что доказать НДС, который к вычету, нам придется в обычном порядке. вопрос про декларации. Естественно, если возникает у нас обязанность уплаты по НДС, то есть 25-го года у всех упрощенцев возникает такая ситуация, то соответственно мы попадаем под обязанность предоставлять декларации. Если мы не имеем освобождения и соответственно не выполняем операции, которые отражены в 149-й статье, то есть если у нас освобождение или если у нас есть освобождение по 149-й статье, мы их отражаем в налоге по декларациям и все. применяли освобождение от НДС, но вдруг потом стали совершать какие-то операции, которые несмотря на освобождение предполагают оплату НДС, например, с дракометаллами. В этом случае мы тоже должны предоставлять декларацию. Вот если мы таких операций каких-то не совершали, то в этом случае декларацию подавать не нужно. Если же ее подавать придется, то здесь общеустановлены сроки, то есть не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом. То есть по НДС у нас с вами отчетный период квартал. Ну и здесь действуют правила, которые были и до сих пор применены. То есть если у нас рабочий день выпадает на выходной день, то соответственно переносится на следующий рабочий день. И вот здесь небольшое локти-дегтя, то есть перестают действовать положение переходного периода и соответственно повышенные ставки при нарушении лимитов мы уже не применяем. То есть 8% и 10% у нас отменяются. Соответственно остаются только базовые ставки. Это 6% и 15%. То есть за лимитами нужно следить более внимательно. Еще у нас есть с вами В1С. Мы про него уже сегодня говорили. Вот на слайде я сейчас покажу помощник формирования отчетности при упрощенке и при обычной например патентной системе. Располагается он у нас в разделе регламентированный учет. Сейчас мы туда снова переключимся чтобы посмотреть вот таким образом регламентированный учет. и здесь мы с вами соответственно формирование отчетности попадаем в помощник. То есть можно пояснение запросить у программы к конкретным этапам которые перечислены в этом собственно говоря помощник достаточно комфортное комфортное в этом случае и здесь мы выбираем соответственно период и юридическое лицо по которым составляем отчетность и ну вот допустим выбираем из своих юридических лиц и здесь в зависимости от учетной политики у нас сразу отражается какой объект налогообложения то есть доходы или доходы минус расходы сейчас я еще покажу вот таким образом мы можем просмотреть карточку в нашем случае организации и соответственно вот закладочка у нас есть учетная политика и налоги и это информация о том какая у нас система налогообложения отражается в отчетности в помощнике для того чтобы учесть с нового года все изменения которые у нас происходят нам в обязательном порядке нужно учетную политику составить ну либо новую либо к учетной политике перечень изменений и напомню что учетную политику мы должны составить в конце текущего года за две недели до конца текущего года ввести ее в действие приказом и приказ должен быть датирован последними датами декабря то есть не первым января следующего года например а 30-31 то есть последним днем этого года потому что если мы учетную политику предоставим будем вводить в действие приказом который датирован например 1 января то действовать эта учетная политика начнет с 1 января 2026 года соответственно проверять учетную политику мы должны до того как мы начнем ее применять то есть в этом году и нужно как следует просчитать смоделировать ситуацию когда у нас будет учетная политика которая соответствует новым реалиям то есть налоговой реформы по этим ссылочкам я просто напомню мы можем перейти в соответствующий раздел и собственно посмотреть что у нас получилось например при формировании доходов и так далее расчет налога УСН то есть это в этом случае мы рассчитываем авансовые налоги которые мы должны уплачивать по УСН в соответствии с действующими действующими сейчас правилами упрощенного налогообложения так сейчас мы здесь это закроем и еще нужно сделать небольшое отступление небольшое отступление касается того что несмотря на то как мы подаем отчетность то есть наличие у нас квалифицированной электронной подписи то есть мы считаем что допустим все в порядке отправили мы отчетность своевременно полностью все хорошо подписи у нас действительны но через некоторое время неожиданно приходит уведомление от налоговых органов так сейчас мы вернемся к нашим слайдикам значит от налоговых органов с уведомлением что наша отчетность не принята то есть это применение налоговыми органами положения которое существует уже достаточно давно и по нему уже происходит так сказать действие когда налоговая отчетность может быть признана непредоставленной к сожалению вот именно на это положение нужно обратить внимание потому что ситуации когда налоговые органы отказывают в приеме отчетности на фоне налоговых изменений то есть налоговая реформа могут быть очень серьезными сейчас я выведу на экран слайдик который иллюстрирует в каких случаях налоговый орган может признать вашу отчетность непредоставленную но это соответственно не только касается упрощенцев это касается к сожалению и всех налогоплательщиков и применяется как я уже сказал достаточно давно то есть с июля 21 года то есть практически уже 4 года значит наиболее часто встречающиеся нарушения это если вы отправили налоговую декларацию которая подписана неуполномоченным лицом то есть например электронная цифровая подпись оформлена но например на инженер по технике безопасности а не на того кто имеет право на подачу декларации а если декларация подписана дисквалифицированным лицом то есть это более редкое нарушение но тем не менее как бы проверять основных держателей электронных подписей необходимо с периодичностью не реже чем раз в квартал ну естественно если в органах власти имеется свидетельство о смерти подписавшего то есть например свидетельство о смерти выдано 23 числа а 25 подписано этим человеком отчетность то есть понятно что его ключи кто-то уже использовал а вот к сожалению наиболее часто встречающаяся ситуация связана с другой причиной то есть не с мошенничеством как в случае смерти а в случае если на вашего руководителя внесена запись в игре о недостоверности сведений это может случиться если например руководитель вступил в брак и поменял паспорт или поменял паспорт по возрасту а известность кадровых исполнителей не поставил то есть в этом случае у него данные паспорта изменились а сведения в игре нет и в этом случае предприятие попадает под под все санкции под то что она во всех черных списках получит прописку и снимать вот это ограничение достаточно проблематично и трудоемко и еще один случай когда у нас внесена запись в игрю о прекращении деятельности юридического лица вот это тоже к сожалению было достаточно частым потому что был массовый сбой и запись о прекращении деятельности юридического лица появилась у многих предприятий которые естественно ни сном ни духом об этом не знали но в этом случае налоговое рассылало уведомление о том что либо подтвердить либо опровергнуть такую информацию необходимо ну и ежеместно например встречающиеся проблема это если в представленной декларации по НТС налоговики находят расхождение с контрольными соотношениями по контрольным соотношениям нужно быть особенно внимательным потому что в этом году по контрольным соотношениям налоговые органы ужесточили требования и вам могут отказать по этому пункту ну и собственно говоря отказ может произойти в случае если например по страховым взносам у вас содержатся ошибки ошибки могут быть связаны и с правилами округления то есть не фактически так смысловые ошибки а неправильное округление программой то есть копейки округляются до целых рублей ну по правилам которые не соответствуют общепринятым собственно говоря мы сделали вот это отступление потому что сейчас отчетность сдается в один срок то есть единый срок но вот это вот это постановление никто не отменил это федеральный закон и он продолжает действовать то есть наряду с налоговой реформой нужно обращать внимание и на достоверность сведений и на скажем так правомощность электронных подписей и соответственно если у вас здесь все в порядке с основными подписями то проверять машины читаемые доверенности соответственно они сейчас получили тоже широкое распространение и проверять чтобы ваши сотрудники которые занимаются отчетностью например бухгалтерия имела такие доверенности для беспроблемной сдачи отчетности а сейчас мы с вами снова вернемся в наши демо примеры и вот что мне хотелось бы еще сказать значит у нас с вами в основном ERP все регламентированные отчеты находятся в подразделе регламентированный учет и здесь у нас есть целый блок 1С отчетности который содержит вот такие пункты мы можем по этим ссылочкам туда перейти это название блока 1С отчетность но кроме этого у нас есть сервис 1С отчетность этот сервис позволяет напрямую взаимодействовать с сайтами например налоговых органов если я сейчас переключусь у меня возникнет рекламный баннер вот он тут как тут поподробнее почитать про этот сервис 1С отчетность мы можем по этой ссылке ну и подключиться соответственно значит повторюсь этот сервис позволяет напрямую взаимодействовать с сайтами фискальных органов вот которые здесь перечислены и собственно говоря получать более быстро чем через оператора фискальных данных получать информацию переписку требования и так далее посмотрели почитали прониклись хотим значит в этом случае у нас это процедура то есть сервис 1С отчетность доступен если у вас подписка подписка ТС-ПРОФ нам бесплатно доступен такой сервис но только для одной организации значит одну организацию вы можете подключить бесплатно а для других уже за денежку если ТС-ТЕХНО то только за денежку бесплатные подписки не существует но сумма достаточно дружественная то есть порядка 4 800 за год помесячно получаем вполне подъемную сумму для чего нам нужна эта 1С отчетность то есть сервис 1С отчетность в общем-то не для общего развития и не для комфорта а вот для чего то есть в разделах регламентированный учет у нас есть блок единый налоговый счет значит и в этом разделе единый налоговый счет у нас есть изюминка личный кабинет 1С то есть единого налогового счета и вот для подключения этого сервиса личного кабинета нам необходимо подключить сервис 1С отчетность то есть если так у нас бы еще возникли колебания нужно не нужно то если мы хотим использовать личный кабинет то уже эти сомнения уходят прочь потому что нужно если я перехожу по этой ссылочке у меня возникает вот такое диалоговое окно здесь я выбираю свою фирму то есть свое юридическое лицо и программа мне ругается что у вас должна быть подключена отчетность 1С то есть сервис 1С отчетность у меня должен быть подключен если я перехожу на эту ссылку то у меня получается открывается диалоговое окно с которым у меня отражаются вот такие сведения то есть мне программа предлагает проверить мои данные и соответственно подключить сервис у меня есть ссылочка тарифы по которой я могу посмотреть сколько мне это обойдется то есть это зависит от количества подключаемых пользователей но вот если я вижу такое окно я могу смело спускать собаку на своего бухгалтера или главбуха который заполнял сведения об организации потому что все поля с красным подчеркиванием это поля обязательны к заполнению а заполнение сведений о юридическом лице мы в общем-то производим в тот момент когда мы такое юридическое лицо вводим в программу значит при вводе в программу я мечтала о полетах в космос но никак не о заполнении конфигурации и соответственно если оставить в таком виде то у меня и декларации и счета фактуры будут формироваться с ошибками то есть соответственно мне нужно будет уже в режиме ручного редактирования заходить в готовые отчеты и заполнять эти сведения это во-первых дольше во-вторых надо вспомнить чего я туда должна заполнять ну естественно переключаться в режим первоначального заполнения и ликвидировать свои пробелы так нет нам не надо сохранять это безобразие и в общем-то кроме того что у нас есть в разделе регламентированный учет блок единый налоговый счет то есть личный кабинет налогового счета у нас личные кабинеты есть еще в нескольких разделах то есть у нас есть в блоке 1С отчетность личные кабинеты и у нас есть еще в подразделах кадры и зарплата личный кабинет сотрудника то есть личный кабинет сотрудника позволяет сотрудникам самостоятельно получать справки, например, 2 НТФЛ, расчетные листки и так далее. А вот этот в разделе 1С отчетность, вот этот блок личных кабинетов, это личные кабинеты для организации. И здесь нам доступны другие функции. Замечу личный кабинет единого налогового счета. У нас доступен из одноименного раздела. И это очень удобный на самом деле сервис. И ради него очень многие подключают 1С отчетности. То есть сервис 1С отчетности. А вот личные кабинеты немножко у нас изменились. Это уже достаточно привычный вид. То есть изменился у нас социальный фонд. То есть это теперь объединенный фонд пенсионный и соцстрах. И название изменилось. И чаще всего у нас используется вот этот личный кабинет. То есть это личный кабинет по электронным листкам нетрудоспособности, ну и всем соцпособиям. Поскольку у нас листки нетрудоспособности сейчас только в электронном виде предоставляться, то соответственно этот личный кабинет очень эффективен для отслеживания, для выдачи больничных листков, для переписок с социальным фондом России, ну и так далее. Вот эти два личных кабинета, это собственно кабинеты юридических лиц в данном случае и пистов. И здесь мы можем посмотреть, в общем-то, регистрационные данные, то есть проверить данные о нашем руководителе, чтобы не было у него недостоверений, которые недостоверны и так далее. Перейти из этого личного кабинета в личный кабинет по ЕНС, к сожалению, не получается. На этом, к сожалению, наше время уже стекло. Мы переключимся снова на наши слайдики. И на слайдиках мы посмотрим снова титульный, так сказать, лист, титульный слайд. Мне хочется напомнить вам наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. В общем-то, если у вас есть какие-то вопросы, повторяем свое предложение к сотрудничеству. Мы выполняем все работы, которые касаются программного обеспечения ЕНС, и разработку, и настройку, и продажу. Ну, то есть все, что касается ЕНС. И будем рады оказаться вам полезными в этом плане. А касательно ваших вопросов, как я уже говорила, у нас больше будет времени для ответа. И уже касательно именно ваших реалиев сможем более полно ответить. На этом компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время, за внимание, которое вы к нам проявили. Приглашаем на последующие вебинары. Может быть, вас интересуют какие-то конкретные темы, которые хотелось бы более полно осветить. Мы будем рады вашим пожеланиям. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан.